При промывке проверяли грязевики, что они промываются грязевики. Планцевое соединение все проверяем, чтобы прокладки были поранит, чтобы не было, как вам сказать, всякой ржавчины, коррозии. Чтобы датчики давления были подключены. Вот они, давление, датчики автоматически подключены. Все проверяем. Манометры поверены. Манометры все стоят. Поэтому, значит, идем дальше. Щучки горячей воды работают. Манометры стоят. Терпуляционная линия есть. Регулятор работает. Регулятор температуры вот здесь смотрит. Работает, рабочий. Работает. Щучки все работают. Фильтра ничего нигде не капает. Все нормально. Здесь фильтра тоже ничего не капает. Давление есть. Идем дальше. Регулятор, гидроэлеватор. Подключен, работает. Все подключено. Там задавлено, а щучки-то беремя. Эти фильтры все зачищены. Все это. Заходят. И фланцы все чистые. Коррозии нет. Вера Сергеевна, а вообще вы можете сказать пару слов о том, для чего вообще вот эти проверки тепловой инспекции проходят? Чем они нужны? Чтобы определить работоспособность, чтобы зимой не было непредвиденных ситуаций. Они, конечно, все равно, может быть, и будут. Но мы смотрим надежность работы оборудования в зимний период. Визуально мы и осматриваем все. Потом смотрим внутрянку тоже смотрим. Вот у них, допустим, зимой надо остановить какую-то там батарею подбирала, что-то еще. У них вот работает вентилятор на стояках. Вот они все есть. Тренаж есть. Закрыли, дом не сбрасывали, отработали. Чтобы изоляция была, чтобы шло, значит, сохранить тепло, которое есть, чтобы оно дошло до потребителя. Вот изоляция у них везде сделана. Чтобы не было потерь до потребителя. Ну, и, как сказать, или на узле от на этом не было потерь. Чтобы все тепло, что подается, шло к потребителю и возвращалось согласно графику. Горячая вода, чтобы вот тоже шла к потребителю, допустим, надлежащей температуре, чтобы циркуляция работала. Чтобы расход был, как сказать, соответствовал проектным наброскам, договору и все. Расход был, чтобы нормативный шел расход. А еще, Вера Сергеевна, скажите, если, допустим, есть какие-то проблемы или выявляются нарушения, что тогда? Мы не принимаем. Вот, допустим, что-то нам не понравилось. Вот, видите, что ревизию, допустим, это вот новое оборудование, да? На старом оборудовании. Давайте сходим на то, что мы сейчас поедем на старое, и мы посмотрим. Давайте прокомментируем.